Зачастую родители узнают о кружках и секциях для детей через соцсети, объявления или от знакомых. Но иногда этого бывает недостаточно, и новую организацию на рынке таких услуг саровчане могут просто не заметить. Идею показать жителям города весь спектр услуг, доп. образования для детей и официально представить бизнесменов, которые их оказывают, возникло у предпринимателя Василия Маркина. Он считает, что это расширит выбор родителей и повысит конкурентность среди предпринимателей. В других городах, в Больших, даже по Нижегородской области, это уже в норму. Приходят жители муниципальные организации и предприниматели, касающиеся образовательной деятельности, общаются друг с другом, поддерживают друг друга, устраивают конкурсы. Чтобы познакомить горожан со своими услугами, бизнесмены предложили организовать День открытых дверей. Эту идею поддержал Центр поддержки предпринимательства. За круглый стол для обсуждения проекта пригласили бизнесменов, которые оказывают услуги доп. образования по различным направлениям – художественной, технической, спортивной, интеллектуальной. Поэтому однозначно нужно помогать. И эта тема, этот проект также интересен для жителей нашего города, наших родителей. Считаю, что эту тему надо продвигать, потому что предприниматели приходят с вопросами разными, просят помощи определенные. Участников было немного, но по словам директора Центра поддержки предпринимательства, новый проект всегда требует времени для обдумывания, взвешивания всех «за» и «против». На первой встрече поговорили о формате Дня открытых дверей, а также месте и времени проведения. К единому решению не пришли, так что предприниматели еще не раз соберутся за круглым столом, чтобы обсудить все детали. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.